Здравствуйте, уважаемые любители домашней птицы! Сегодня я хочу рассказать о перепелах. Это техасцы. Техасские белые, фараоны, альбиносы, как их только не называют, не суть важна. Я думаю, это одна и та же птица. У меня их около 12 особей. Два или три самца из них. Сейчас не помню, потому что часть выбивал на мясо. Содержу я их примерно с первых дней. Это около двух лет уже. Может, чуть меньше, может, полтора года. Привозил я их 10-дневными цыплятами. Содержал в брудере примерно до, наверное, месяца. Ну, до тех пор, пока у них оперение детское не стало меняться на взрослое. Ну, наверное, до месяца. Хотя можно было бы, наверное, и раньше переводить в общий курятник. Потому как птица с полутора месяцев уже несется. То есть период взросления у нее гораздо более короткий, чем у кур. Вот. Мои содержатся, вот как видите, мои содержатся, в общем, курятники со всей остальной птицей. То есть тут и куры в клетках живут. Куры на свободном выгуле здесь присутствуют. Здесь и цесарки, и индюшки. В принципе, в курятнике довольно-таки как бы шумно. То есть это я к чему говорю? Потому что на многих форумах люди обсуждают и говорят, что перепелов не рекомендуют держать, в общем, курятники с курями. Как бы из-за того, что там им разное освещение нужно, типа освещения. Из-за того, что перепела, они в естественных условиях живут в таких, как бы, в зарослях, в затемненных таких вот территориях. Как бы стараются от всех скрыться. То есть им как бы и тишина нужна. То есть там крикливые куры и цесарки, это как бы не есть хорошо. И для них это будет такой определенный дискомфорт создавать. Тем не менее. Вот при том шуме и гамме, который стоит, цесарки, это вообще птица такая вот крикливая. Куры тоже, когда несутся, они без конца кудахчут. Мои перепелки, ну, я вот не замечаю, что они какой-то дискомфорт испытывают. Потому как они несутся и несутся и несутся. Вот они вот здесь у меня в верхней клетке живут. То есть где-то вот из 12 особей, минус 3 где-то примерно, то есть их получается остается 9. 8 яиц примерно там, минимум 6, 8, 9. Вот так яиц всегда бывают каждый день. Вот перепела у меня содержится на сетке. То есть здесь сетка была такая вот в наличии. Примерно здесь 2, 1, 2, 10 на 25 ячейка. Но для них это многовато, поэтому сверху мне пришлось вот такую вот капроновую пленку постелить. В принципе, вот снизу у них поддоны такие вот съемные, вынимающиеся. Кормушка, она сделана с отверстиями. Это сделано для того, чтобы как можно меньше были потери корма. Птица такая любит под себя подгребать, очень много еды разбрасывает. Поэтому вот она сюда голову просовывает. Конечно, все равно что-то и умудряется разбрасывать. Но тем не менее, это все-таки хоть как-то ограничивает потери. То есть вот тут крышка имеется такая вот. Для того, чтобы все равно тут держится еще, содержится другая птица. Они могут сюда съесть, могут залезать к ним в кормушку. Чтобы этого не происходило, здесь присутствует крышка. Вот. А, у перепелов внутри у меня ниппельные поилки стоят. Вот. Бак для воды. Вот пришлось под самый потолок подвешивать. В принципе, это обычная пятилитровая канистра, в которой сверху я вырезал квадратную крышку. Сейчас я попробую показать. То есть, отверстие я вырезал, но не стал убирать. Просто я, когда наливаю воду, я приподнимаю эту часть. И наливаю воду и закрываю. Чтобы как можно меньше мусора туда попадало. Вот. То есть, перед тем, как повесить, я, конечно, долго голову ломал, каким образом ее все-таки соорудить. Но вот под потолок это самое оптимальное решение, на мой взгляд, получилось. Вот. Что здесь еще у меня присутствует? Периодически для перепелов я сюда ставлю вот такая... О, лицо. Вот такая обрезанная канистра. Там песок, зола. Они там чистят перья. То есть, я ее периодически ставлю, периодически убираю. Вот. В принципе, птице это как бы нравится, я думаю. Также я таким образом решил вопрос с ракушкой. И с ПГСом. Это была обычная коробка из-под стирального порошка. Я вырезал отверстие, куда загружаю вот ракушку, ПГС для птицы. Закрываю и устанавливаю туда вследку к ним. Ну-ка, пошел отсюда. В угол залез. Вот. Птица. Вот есть, как бы, пишут много о том, что птица довольно-таки пассивная. В плане того, что одному самцу надо два, максимум две-три самки. Потому как у него довольно-таки слабая половая активность. Что могу сказать из своих собственных наблюдений, что вот когда бы я не заглянул, перед тем, как кормить птицу, я всегда вижу, что какой-то самец залезает на самку. То есть у меня... И вот еще видно по самкам, что у них... Сейчас вот попробую поймать кого-нибудь. Сейчас, сейчас. Ну-ка, иди-ка сюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот. В принципе, ободранные шеи. Вот это вот места, за которые самец держится, когда он залезает на самку. Они практически все с лысыми шеями. Это говорит все-таки о том, что самцы с довольно-таки нормальной, здоровой половой активностью. Вот. В плане оплодотворяемости, как там, с яйцами, не знаю. Еще выводы не делал. Но самочки, они вот все такие вот, с голыми шеями. Вот это... Вот этот вот экземпляр, это у нас девочка. У самца вот здесь такой бугорок за... За отверстием, за этим, под хвостом. Вот это вот девочка. Вот. Еще пишут о том, что вес взрослой самки может чуть ли не до 500 грамм доходить, а мальчики где-то 350 грамм. Ну вот, самый большой вот перепел, которого я взвешивал, или девочка, или мальчик, у меня где-то грамм до 350, до 370 доходили. То есть таких вот 500-граммовых экземпляров у меня нету. И я не знаю, будут ли что-то я в этом очень сильно сомневаюсь. Вот сейчас я попробую найти мальчика, чтобы вам показать примерно отличие. Ага, ну вот я поймал мальчика. Вот птица, она даже, наоборот, крупнее всех женских особей. Вот видите, у него шея нормальная, не ободранная, ничего. Кто бы ему обрывал, если он сам на всех залазит. Вот, хочу показать. Вот видите, вот семенная жидкость уже у него вылезает. То есть у него такой мешочек, вот, где, видимо, семенная жидкость содержится. И вот при легком надавливании, видите, получается, что... Вот, это мальчик. Мальчик и такой, видите, довольно-таки вот, такой активный. В принципе, на девчонок только так залазит. Вот, иди. Вот, что хочу сказать про зимнее содержание. Это вот к вопросу Татьяны. У меня в курятнике температура минимум опускалась до 0 градусов весной. То есть я пока не включал отопление. Температура опускалась до 0 градусов. Перепелки исправно неслись. Но... Но курятник начал потеть. То есть перепад температур, влажность в курятнике начала создаваться. Стены плакали. Ну, то есть, влажность появилась на стенах. Поэтому вот пришлось включить уже отопитель. И, как бы, этот... Вот сейчас все высохло, все нормально. И, как бы, вот, минимальная температура, при которой я держал перепелов, это было 0 градусов. Вот. Я думаю, для любой птицы не есть хорошо, когда повышенная влажность в курятнике. Вот. Поэтому я уже, как бы, не стал экспериментировать с температурой более низкой. Я думаю, перепела, как и любая другая птица, ну, там максим... Точнее, минимальный порог, при котором она будет нестись, это, наверное, такие слабо-отрицательные температуры. Вот. И, естественно, тут отсутствуют всякие сквозняки. Под потолком у них температура выше, чем внизу. Вот. Я думаю, у них комфортно. Вот. Это, опять же, к вопросу о совместном содержании с любой другой птицей. Помещаем ее повыше, чтобы никто на нее сверху не гадил, чтобы она... Чтобы меньше света на нее падало. Вот. Чтобы она как можно меньше видела другую птицу, как бы, и все будет нормально. Питание. Что хочу сказать о питании. Я держу птицу только на яйца. Ну, я забивал несколько тушек. Экземпляры, которые вот были, самые крупные на мясо, в чистом весе где-то достигали, ну, 250-270 грамм. Мясо вкусное, интересное, хотя его, в принципе, мало там, но... Отличие очевидное от куриного. Вот. Яйца. Яйца, ну, вот стандартные яйца, где-то, наверное, 11-14 грамм. Хотя бывают большие. Грамм 18 и под 20. Это практически вот двойного размера такие вот яйца бывают у них. Вот. Что еще хочу сказать. Питание. У меня птица содержится круглый год практически на зерне и комбикорме. То есть я примерно в соотношении 50 на 50 там делаю комбикорм, покупаю. Такие мелкие-мелкие грануляции. Вот. Ну, хороший, дорогой комбикорм, потому что пришел к выводу, что дешевый. Он и есть дешевый, от него никакого не будет эффекта. Вот. И зерно там наполовину им разбавляю. Ячмень, пшеница немножко там. Вот. То есть каких-то особых тут отличий нету, в принципе, от кормления кур. Траву им добавляю по сезону. Сейчас, когда травы нету, я такие гранулы, спрессованную траву, так помельче и помельче подроблю и тоже птицы добавляю. Опять же, они очень любят огурцы, объедают их практически до корки. Еще какие-то такие вот вещи овощно-фруктовые. То есть, ну, что могу еще в заключение сказать. В принципе, вот за все время содержания птица мне каких-то особых хлопот не доставляла. Были между самцами драки, такие небольшие расклевы, когда приходилось там отсаживать какие-то отдельные особи. Мазать зеленкой раны. То есть, ну, как и в любом другом птичьем сообществе. Болезней никаких не было. Такого-то, такого падежа, вот, незапланированного не было ничего. То есть, в принципе, птица довольно-таки в содержании, она беспроблемная. Беспроблемная, несется нормально. Я, если честно, уделяю внимание ей меньше, чем остальным другим. То есть, она вот на самом верху, в углу живет. То есть, вот, в последнюю очередь до нее все руки доходят. Так что, вот, если у кого-то есть желание, птицу можно вообще содержать в домашних условиях и на балконе. Небольшая клетка, поить. Яйца мы и сами употребляем. Иногда я в сыром виде. Вот. И излишки продаем. Продаем практически по той же цене, что и магазинные. 50 рублей за 20 штук. Спросом пользуются. Вот. Еще что хочу сказать. Такой небольшой минус у птицы. Но это совсем маленький минус. То есть, с появлением перепелов запах курятники стал резче. То есть, их помет, а может быть это связано с тем, что, вот, я когда достаю поддон, на нем и эти видны белые, вот, их семенные, семенные выделения. То есть, не знаю, то ли от переизбытка самцы вот аж его выбрасывают в холостую. Но очень часто вот на поддонах с пометом видны семенные выделения. Вот. И поэтому запах в курятнике немножко рисковатый. Это вот именно так, это благодаря перепелам. Вот. Ну, как бы это не сильно такая вот уж, не сильно такой минус, на котором стоит акцентировать внимание. В принципе. Поэтому я советую всем. О, голос подал кто-то. Если есть желание, держите. Птица полезная, удобная, беспроблемная. Вот на этом я хочу, в принципе, все, что хотел сказать, я рассказал. Если будут какие-то вопросы, задавайте, пишите. Говорят, сейчас надо пальчики вверх поднимать. Вот. Поднимайте. И вот всем отвечу. Спасибо, до свидания. Здравствуйте, уважаемые любители домашней птицы. В этом ролике я хочу рассказать вам про цесарок.